Добрый день, это программа «Сфера спорта» и микрофоны Веры Власова. Многие из нас представляют себе туристов, как людей с рюкзаками или без таковых, вышедших в лес, разжечь костерок, пожарить шашлычки или более масштабно с палатками. Но это лишь одно из значений. Так вот, о том, что значит понятие «турист» с точки зрения спорта, сегодня мы говорим с председателем Федерации здраво-серно-спортивного туризма Кировской области Сергеем Герасимовым. Здравствуйте, Сергей! Добрый день! Также с нами Светлана Князева, заместитель директора детско-юношеского центра имени Александра Невского. Здравствуйте, Светлана! Добрый день! Итак, турист. Кто это такой и зачем он, собственно, природе матушки нужен? Природе матушки турист совсем не нужен. Если мы говорим о туристе, это действительно путешествие, как вы его совершенно верно охарактеризовали. Но если мы говорим о туристе-спортсмене, то это прежде всего спортсмен, который, выполняя разряды звания, проходит определенные дистанции, маршруты и имеет свои цели получить какой-либо разряд или медаль. То есть как у физкультуры-то, если просто занимаешься чем-то без цели, то у спорта должна быть конкретная цель? Вы совершенно правильно отметили. Получение наград, званий и разрядов. Сегодня, да, отмечу, что мы говорим о двух возрастных группах. Это дети и юноши, за них у нас сегодня отвечает Светлана. И Сергей отвечает уже за более возрастную категорию, то есть старше 18-ти, да, получается, Сергей? Старше 21-го. Старше 21-го года. Отлично. Давайте поговорим теперь о разрядах. Что такое разряды спортивные, какие они бывают, на что они делятся и как можно их получить именно в спортивном туризме? В спортивном туризме, как и во всех других видах спорта, существуют разряды юношеские, взрослые, кандидаты мастера спорта, мастера спорта и мастера спорта международного класса. Получить их можно участвовать в соревнованиях, соревнованиях на дистанциях и на маршрутах. Соответственно, если вы спортсмен и у вас стоит такая цель, соответственно, участвуйте в соревнованиях. Если вы просто хотите погулять по лесу, никаких разрядных званий вам не нужно. И с чистой совестью, с рюкзаком ходите по лесу. Да, потому что, выходя на шашлыки, в лес на природу вряд ли кто-то задумывается о том, что из этого можно получить еще и разряд. Ну, же право, вряд ли. Как это можно сделать? Какие есть варианты, как подключиться, какие есть требования к спортсменам? Ответ очень простой. Для того, чтобы стать спортсменом, необходимо записаться в спортивную секцию. Или участвовать в спортивных стартах в рамках спортивно-туристской команды. Самое простое, это приехать на областной туристский спорт, который у нас был через две недельки, сформировать свою команду и ознакомиться с видом спорта, с видом деятельности. Это комплексное мероприятие, где у нас фактически формируются все спортивные коллективы в рамках Кировской области. Уже высоковозрастные, то есть 20+. А для того, чтобы заняться детским и юморским туризмом, условно, этим же спортивным туризмом, но другой важный структуре, нам, наверное, Светлана Павловна легко расскажет. Давайте все-таки сначала про урослеты, которые вы уже анонсировали. Через две недели когда, где? На реке Байстрица, около деревни Подборно. А это Исуповская, да, если не ошибаюсь? Чуть подальше, да, около Стрижи. В деревне Подборно состоится наше 19-е стабильное мероприятие, которое уже много лет проводится, по определенной программе. Все у нас представлено в сетях социальных, все можно почитать. Любой может приехать в рамках своей команды и поучаствовать в данном мероприятии. Дистанция водная, дистанция пешеходная, дистанция на средствах передвижения на велосипедах. Творческие конкурсы, видеоконкурсы, фотоконкурсы, все у нас там есть. Как здорово. Быстрица. Команда, сколько должна человек ставить? От 6 до 25. Ничего себе, 25 человек, это уже целая банда. Да, совершенно верно. А водное мероприятие, водное передвижение, это байдарки? Да, байдарки. Дистанция водная состоит из гонки, где участвуют смешанный экипаж, мальчик, девочка и экипаж двух мальчиков. Надо пройти определенное количество ворот за минимальное количество времени. А рекорды какие-то устанавливаются там? Нет, конечно, рекорды там не устанавливаются, но первые места занимаются. Здорово. Награды какие есть? Да, награды, как обычно, медальки, грамоты, кубки, дипломы. Замечательно. Все как положено. Про водные поговорили, сухопутные, пешие, да, еще какие-то есть испытания, вы говорили? Дистанция пешеходная. Надо пройти определенное количество этапов. Светлана расскажет. Пройти определенное количество этапов пешком. Нет, я хотела бы как-то все-таки начать с другого. Просто сейчас все Сергей расскажет, и дистанции водные, и пешеходные. И самое главное упустим. Да, и самое главное упустим. Давайте сначала я тогда уж, раз мне слово дали, да, то есть, чем занимаемся мы в своем детско-юношеском центре. Там у нас четыре направления деятельности. Духовно-нравственная, гражданско-патриотическая, экскурсионная, карьерическая. Центр Александровской. Да, да. И, соответственно, туристское направление. Вот я как раз отвечаю за туристское направление. И мы у себя, конечно, пытаемся расти спортсменов. То есть, детки у нас занимаются от 7 лет и до 21 года. Вот. Эти же команды, начиная с 16 лет, участвуют в этом же областном свете дорогами истории наравне со взрослыми. Вот. И мы с вами немножко упустили тот момент, что у нас, в принципе, если мы говорим про спортивный туризм, про спортивный туризм, то у нас существует два вида деятельностей, скажем, два направления. Да, это маршруты и дистанции. Так вот, как раз дистанции у нас, на которых мы соревнуемся, и в нашем регионе они популярны. Это водные, пешеходные, лыжные, на средствах передвижения, вело и кони у нас еще есть. Замечательно. То есть, дистанции для того, чтобы разобраться, это из пункта А в пункт Б добраться к кратчайшим маршрутам? Нет. Дистанции – это то, на чем у нас как раз проводятся соревнования, чемпионаты, кубки, первенства, там, где как раз присваиваются, можно выполнить спортивные разряды. Да. А как это выглядит, объясните, пожалуйста. По-разному. Вот про воду Сергей Васильевич уже рассказал, что это несколько оворот. Да, несколько оворот проходят на байдарках. А, соответственно, пешеходная дистанция преодолевается пешком, спортсмен одет в систему, снаряжение на нем, сидит веревка, карабины, в общем, специальное снаряжение. Ну и да, из точки А в точку Б, например, он должен попасть за минимальное количество времени и, в общем, при этом, когда он бежит, исполняет какие-то технические приемы. Вот, потому что, казалось бы, что сложного, просто пройтись, прогуляться по лесочку, там, летом, замечательность. Какие технические приемы он исполняет? Я вам сейчас этапы перечислю, вам это что-то скажет, да? Параллельные перила, навесные переправы. Навесные переправы у нас бывают крутонаклонные вверх, крутонаклонные вниз. Подъемы, спуски вертикальные могут быть, могут быть по склону, траверсы склонов, то есть этапов-то очень много. А как к ним можно подготовиться? Только с помощью кружков и секций? В общем-то, да. Или самостоятельно? Самостоятельно это вряд ли. Ну, по большому счету, регламенты, то есть документы, на основе которых стоят эти дистанции, они в сети интернет есть. Видеокурсов достаточно, то есть самостоятельно тоже можно попробовать. Не обязательно после этого займешь первое место, или второе, или даже третье, но, по крайней мере, выйти на дистанцию, увидев что-то, посмотрев другие команды, как проходят этапы, то можно хотя бы, предпоследнее место, или там, десятое, уже можно хотя бы рассчитывать. А снаряжение предоставляется спортсменам, или они должны свое принести? На дорогах истории, я думаю, что да, предоставляется. Предоставляется. Да. То есть могут, круглые шесть и больше человек, ребята, которые там хорошо общаются вместе, может быть, ходят на шашлыки, на эти же самые, с палатками там в лес, они могут заявиться просто вот так вот взять и заявить? Могут заявиться, но без специальной подготовки все равно, как бы, ну, это будет просто участие для них. Ну, ради, собственно, удовольствия себя проверить потом, на будущее. Никаких вопросов, это реально. Все снаряжение на специальной дистанции, кроме велосипеда, предоставляется. Вот на велосипеде велосипеды не предоставляется, к сожалению. А кони? Кони не практикуются на дорогах истории. То есть на дорогах истории вода, пешеходка, вело. Очень же. Идем дальше, все-таки к спорту ближе. Давайте тогда со Светланой продолжим общение. У вас в центре что собой представляет оппонент сейтуризм? Мы поговорили уже про дистанции. То есть то, как раз, что включает в себя соревнования при своем виде разрядов и степеней. И маршруты вы еще говорили. Что такое маршруты? Маршруты – это те же самые походы-путешествия, но только заявленные через маршрутно-квалификационную комиссию. То есть это подаются документы, маршрутно-квалификационная комиссия выпускает группу. То есть ставятся, естественно, какие-то цели, район путешествия выбирается. Когда участники, группа проходит маршрут, закончила проход, она должна написать отчет. То есть это обязательное условие, отчет, который в дальнейшем будет участвовать как раз в чемпионате, например, Кировской области или в чемпионате России, как раз вот по маршрутам. То есть участвуя в маршрутах, да, участвуя от отчет и по итогам участия тоже могут присваиваться разряды. То есть вот этим как раз маршруты отличаются от просто походов. Если вы в поход пошли просто так, в любое время, в любое место, с кем угодно, то здесь нужна все-таки какая-то отчетная документация, что вы там были на этом маршруте, и потом ваш маршрут должен пройтись через чемпионат. Там есть какие-то критерии сложности или как это оценивается, эта работа? Ну это, наверное, не совсем ко мне вопрос. Да, конечно. Любой чемпионат рассматривает походы определенной категории сложности. Например, если мы рассматриваем Кировскую область, здесь мы могли бы рассмотреть походы, маршруты первой, второй, третьей категории сложности. В эти походы могут ходить обычные люди, требуется минимальная подготовка, а вот походы четвертой, пятой, шестой категории сложности, там уже требуется высокая квалификация туристов-спортсменов. И это обычные чемпионаты ПФО или чемпионаты России. Данные походы в высоких категориях сложности представляют собой достаточную опасность для здоровья обыкновенного человека, неподготовленного человека. И поэтому не рекомендуется для посещения вот эти вот маршруты или, допустим, эти же реки или горные перевалы для людей неподготовленных. Но у нас в Кировской области таких нет. Да, слава тебе Господи, у нас таких нет. А у нас только единички, единички и двойку можно сделать в межсезонье, то есть по пешеходному туризму. В межсезонье, когда распутятся. Да, 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 то есть единички, двойки максимум, вот, а все остальное это уже не наш регион. То есть то, что мы уходим в походы все, это, ну, это так очень легко. Это не так. Это замечательно. Чудесно и замечательно совершенно верно. Подготовка-то формируется, вначале подготовка походов в первой, второй категории сложности. Если в них не ходить, соответственно, в высоких категориях не видать. Или видать, ну, соответственно... Ребенок пошел первый раз с родителями в поход на пикник, и он же потом, у него вот эта любовь к природе остается. В дальнейшем он уже может поставить себе цель заниматься уже этим как видом спорта. Так что любой поход, любой пикник, это здорово. Я как человек выросший в лесах, да, можно так сказать, у нас поселок был окружен множеством лесов. И рек, да, на берегу Сенгиревки, может быть, знаете такую речку. Конечно, мы постоянно ходили в походы, у нас были дни здоровья, когда мы со школой вместе выходили в лес. Там у нас были всякие там тоже препятствия. Но никогда мысли не возникало о том, что это может быть спортом и прям делом всей жизни. Вот честное слово, ни разу. Да, поэтому это очень интересно, что имея такое желание, да, быть ближе к природе, сделать это своей работой, сделать это постоянным своим делом. Давайте теперь к федерации вернемся. Ну, понятно, для чего была создана федерация, когда и какие цели у федерации сейчас? Чем вы занимаетесь, Сергей? Федерацию создали мы 19 лет назад, в 2000 году. Цель была развитие спортивно-оздоровительного туризма и спортивного туризма. Просто в тот момент как раз у нас случился провал после распада Советского Союза. И надо было восстановить этот процесс. В течение 19 лет нам это удалось. То есть сейчас календарный план у нас есть, разряды присваиваются, судей мы учим. Нормативную базу в Кировской области достаточно хорошо уже знают. Поэтому мы считаем, что наши задачи, которые мы ставим, они фактически выполнены на данный момент. Что будет дальше? Пока вопрос. Ну, надеемся на позитивные. То есть задачи были именно возвращение в федерации возможностей спортивного туризма на уровень до 90 годов? Возвращение спортивного туризма в Кировскую область. То есть если соревнования проводятся вне правил, вне правового поля, игнорируя требования регламентов, игнорируя требования правил, нет подготовки судей, нет системы правильного учета, соответственно, это может быть все что угодно, только не спорт. И, соответственно, для того федерацию создали для того, чтобы все это возобновить. У нас это получилось. То есть на протяжении 90-х годов соревнования все-таки проводились? Соревнования проводились. Ну, допустим, если слез в 98-м году проводился без всяких правил, то есть полностью правила спортивного туризма были проигнорированы, ну, там, или называешься, немножко по-другому все, то, соответственно, наша задача была внести правовое соревнование в правовое поле вида спорта. Мы этого добились. Да, говорили о календаре мероприятий, а что он из себя представляет? Календарь мероприятий у нас в Федерации туризма более 30 мероприятий в год, а там и спортивно направленная, и спортивно-оздоровительная, и экологическая, и экспедиционная. Даже подготовка кадров для пребывания в природной среде у нас там запланирована. То есть, если мы рассматриваем спортивное составляющее, то, наверное, Светлана Павловна здесь лучше, наверное, расскажет и про чемпионаты, и про пельминство, и про кубки, и по видам. Да, Светлана, расскажите, пожалуйста, о мероприятиях, которые проводятся сейчас. Вот в июне сейчас что будет, на что можно посмотреть? Может быть, это можно будет участвовать? В июне, к сожалению, только слет дорогами истории, но в рамках слета дорогами истории будет проходить чемпионат Кировской области по спортивному туризму на средствах передвижения вело. Будет ставиться дистанция третьего класса. То есть мы с вами уже говорили, да, что так же, как и на маршрутах, у нас есть... Мы об этом говорили даже за эфиром. Нет, говорили про то, что есть категории сложностей первая, вторая, третья, четвертая, пятая и так далее. То есть точно так же классифицируются все соревнования. То есть первое, второе, это доступно практически для всех, а начиная с третьего класса дистанции, это уже спортсмены должны быть разрядники, хотя бы с третьим взрослым разрядом. То есть вот в рамках слета дорогами истории будет как раз ставиться чемпионат, ну, в смысле проходить чемпионат вело. А разряд по велоспорту возможен здесь? Не велоспорт. Разряды у нас... Если есть. Нет, нет. Разряды у нас идут только по виду спорта, спортивный туризм. То есть те, кто вело или слаломники еще у нас есть, водники, то есть это совершенно, ну, другие виды спорта. И эти разряды здесь не котируются, к сожалению. Да, и вы приглашаете на это зрелище полюбоваться всех желающих. Да, а поучаствовать на первом-втором классе дистанции могут, ну, все, если со своим велосипедом. Все какие-то возрастные ограничения? Вообще по дорогам истории. С 16 на дорогами истории. Если мы заявляемся на чемпионат и заявлен только третий класс, тогда мы рассматриваем с 14 лет. Ну, а зрители, наверное, могут быть все желающие, да? Да, места хватит всем. Лес большой. Да, с палатки нужно приезжать. Нужно? Нужно. Еще раз про дистанцию велосипедную расскажите, в чем она заключается, в чем сложность. Вы знаете, я больше водник, пешеходник, лыжник. Про велодистанцию я минимум какой-то могу вам рассказать. Давайте минимум. Там велотриал, я вот боюсь еще наврать, велотриал и фигурка включается. Фигурка – это все, что у нас, как говорится, на земле расположено, например. Какие-то вешечки, фишечки не сбить, какие-то восьмерки проехать. А велотриал – это уже как бы в плоскости. То есть там не только велосипедом не сбить плечом, не задеть, что-то перевесить. В общем, рассказывать сложно, это надо смотреть. А есть ли какие-то показательные выступления помимо дорог и истории? То есть дальше, может быть, кто-то не сможет попасть. В июле давайте еще по-моему, все может быть. Ну, в июле, видите, как-то все-таки более печально с этим. Там уже люди уходят в походы и на маршруты. Вот. Июль-Август. А начиная с сентября у нас в основном все первенства, чемпионаты, они проводятся как для взрослых, так и для детей. И вот мы начинаем работать с сентября месяца, наш центр. И в рамках, в календаре мероприятий центра, в общем-то, много очень вот этих чемпионатов и первенств, которые входят в календарь как раз федерации. Вот в эти 34 старта, о которых Сергей Васильевич говорил, все они туда входят. В сентябре у нас фестивали начинаются, первенства по пешеходному туризму. Дальше идет первенство у нас по спелю туризму. Это пещеры, зимой лыжи. Есть у нас пешеходка в залах, так называемый залинг. То есть такое ответвление, скажем, пешеходного туризма. Ну, ставятся дистанции в залах определенные. Пожалуйста, приходите. У нас в залах будет в апреле месяце чемпионат первенства города. Как можно сервероваться по туризму в зале, причем по пешеходному? Ну, очень многие задают этот вопрос, как можно. По большому счету здесь оттачивается техника. Оттачивается техника. То есть там на скорости, вот как раз все подъемы, спуски вертикальные, навесные переправы. То есть чем быстрее ты пристегнешься, отстегнешься, наведешь что-то, тем лучше твой результат. То есть это, на мой взгляд, это оттачивание техники. Ну, сейчас летом идет практическое применение, практика непосредственно в лесах, в полях, в лесах и на реках. Те отчеты, о которых вы говорили, которые предоставляют команды после своих путешествий, а не есть в свободном доступе с ними, можно как-то познакомиться, почитать? Что, с чем люди сталкиваются вообще на дистанциях? На маршрутах. На маршрутах, прошу прощения. Да, конечно. Все отчеты находятся в свободном доступе. Есть в интернете, в сети соответствующие банки отчетов. И любой маршрут, который совершается вновь по какой-либо территории, прежде в рамках разработки, опирается как раз на те самые маршруты. Отчеты, на те самые отчеты по маршрутам, которые кто-то для тебя совершил. Например, в этом году мы в августе пойдем на реку Кожу в Архамильской области. Река третьей категории сложности. Содержит буквально протяженные препятствия. Байдарки? Рафты, катамараны, кайки. И, соответственно, я опираюсь на те отчеты, которые тех людей, которые сходили до меня. И когда я служу в этот поход, я напишу свой отчет, и, соответственно, другие группы, которые придут после меня, будут опираться на мой отчет. Соответственно, такая технология у нас существует в рамках прохождения маршрутов. И она была сформирована еще в 60-е, 70-е годы. И она продолжает свое действенное хождение в среде души. Еще немного про отчеты все-таки хочется узнать. Что они себе представляют? Какие препятствия обходились? Чем столкнулись? Где стоянки? Существует в регламентах форма определенная. И все, что вы перечислили, действительно там есть. Кроме того, там состав группы, как на маршрут вы добирались, сколько денег это стоило, что вы в походе ели, какие препятствия вы проходили, как вы эти препятствия проходили, описание прохождения препятствий для разных судов, как страховку организовали, как фотографировали, какую рыбу ели и ели ли вы ее, какие опасности у вас там были. Ну, как левало тоже пишут, и да, вместо стоянок пишут, вместо рыбалок пишут. Обязательно указывают, есть наличие дров, какая погода была, много ли было комаров, есть какие-нибудь другие гады. Ничего себе. То есть в отчетах пишутся практически, описываются все ваши путешествия, но с уклоном в такую спортивную составляющую, что дает возможность и спортсменам дальше идти в рамках маршрутов этих путешествий. Ну, то есть учитывая... Да, вот я слышала, что есть такой ресурс, ну, конечно, не именно туристический, мэпсмей. И там многие туристы буквально отмечают и места своих стоянок, где там есть какое-нибудь укрытие, избушечка. Да, допустим, по этой же великой реке я вам рассказывала, когда шло путешествие одной командой. Там, конечно, по берегам очень много всяких домов, столиков, скамеечек, где можно хотя бы как-то уже устроиться на человек. Да, и вот это все там отмечается. То есть можно и такие ресурсы тоже использовать, да? Ну, практически можно, теоретически можно, практически их не используют туристы, которые ходят на маршрут. Спортсмены. Спортсмены, потому что они могут позволить себе ходить автономно. Они не зависят ни от каких стоянок, навесов. Поэтому нет необходимости смотреть, где есть навес, когда у тебя есть палатка и тен, который ты можешь легко и быстро поставить. Да, слышала о том, что ребята тут, знакомые, тоже выходили без еды совершенно. То есть взяли с собой какую-то маленькую горсочку макарон и посмотреть, сколько они продержатся и смогут ли они раздобыть себе еду. Слава богу, летом ходили. Но вроде как они благополучно куда-то дошли, даже вернулись. И все живые, все здоровые. Есть ли какие-то, не знаю, памятка, ограничения для тех, кто уходит в походы? С точки зрения государства, ограничения для разных возрастных групп присутствуют только в системе детско-винушкового туризма. Там существует санитарная норма и правила, которые достаточно сложно в настоящий момент выполнять. Так, Светлана, поясните, пожалуйста. Что за нормы и правила, которые сложно выполнять? То есть их нам поставили. Ну, во-первых, пожароопасные периоды, это понятно, это для всех. А во-вторых, группы могут просто не выпустить из-за того, что вы будете нарушать санпины. То есть по факту у нас ни одну группу детско-юношескую выпустить в поход, наверное, вот так вот, если придираясь к каждой закорючке, к каждой бумажке нельзя. Мы сейчас даже не проводим турслеты, летние турслеты в мае месяце для детей, потому что нам просто запретили. Во-первых, клещи, во-вторых, и вот нарушение санпинов, нужна вода, чистая, подвозная там. Подвозная? Конечно, конечно. Это же санаторий получается даже. Да. Вот поэтому как бы очень много таких ограничений. Ну, конечно, всё равно ходим. А как же тогда ставить эти ограничения, если их просто нереально выполнять? Ну, ситуация немножко меняется в позитивную сторону. То есть, когда у нас пять лет назад господин Бабич, полномочный председатель президента, организовал ту ряду, у нас были круглые столы организованы, и в рамках этих круглых столов мы как раз Бабичу подавали свои предложения по изменению санпинов. Они были изменены в позитивную сторону. Но вот уже два года после изменения санпинов, после случая в Карелии, они снова были уже встречены, и сейчас мы опять возвращаемся к тому, что надо их немножко менять. И мы сделаем всё необходимое с нашей стороны, чтобы требования санпинов немножко поменять. То есть, работа ведётся? Работа ведётся, системные плановые, да. Ну, потому что подвоз воды, мне кажется, это уже всё. А не только подвоз воды, допустим, на этих застоянках должны быть мусорные баки. У вас должен быть заключён договор на подвоз мусорных баков, увоз мусорных баков. Там должно быть элитричество в ночное время. Да. Тотрасающе. Нет, точно санаторий. Детский, здравийный лагерь. Ребёнок не может до 18 лет носить рюкзак более 6 килограмм. А представьте, мальчик, до 18 лет он носит 6 килограмм, после 18-ти пошёл в армию, у него 24 на курса. Рубоплосники больше в школу носят. 24 на курса, ну как так можно? Но, тем не менее, это с НПН вообще было. Очень интересно. Ну, нужно бороться, конечно, чтобы так было. Нет, не бороться. Зачем бороться? Пытаться изменять. Мягко, мягко. Мягко. Вот ещё какой вопрос хочу очень затронуть. Это популяризация спортивного духа в организациях, в компаниях. По всей России, мне кажется, по всему миру сейчас такое идёт, что корпоративный дух скрепляется и устанавливается за счёт каких-то совместных, спортивных, в том числе туристских мероприятий. Вы с этим сталкиваетесь в своей работе? Есть у вас какие-то организации, которые просили бы о помощи организователям какой-то выход совместный, командный? Было ли у вас что-то такое или подобное? Да, регулярно такие поступают предложения. Наиболее массовым мероприятием у нас является ежегодный сплав компании «Трансгаз». Со всей всего ПО-шкого региона приезжают специалисты и проводят такое массовое интересное мероприятие на протяжении четырёх дней в Уржинском районе Кировской области. То есть одновременно у нас 90 человек выходит на сплав. Там соревнования по ориентированию, творческие конкурсы участвуют. Наша задача делать так, чтобы этот сплав был безопасным и мы свою задачу выполняем. То есть вы организуете именно безопасность. А то, что касается, скажем так, досуга, приятной части этого всего путешествия, это не важно. Но вот в рамках города Кирова и Кировской области для нас оптимальным является не формирование вот такого корпоративного духа компании, а делать так, наши задачи. Чтобы научились правильно ходить. Чтобы сами научились правильно ходить. И опять же, вот областной штат, мы к ним возвращаемся. Туда приезжают команды предприятий, которые учатся правильно проводить мероприятия, а после этого они уже на своём предприятии проводят подобные же мероприятия, но уже опять для своих работников. Замечательно. То есть обеспечение безопасности есть, оно ведётся в Федерации, и это будет очень хорошо. Это главенствующая задача в рамках любого путешествия в природных средствах. Да, и сюда же попадает уже категория любителей, походники, да, о которых мы уже за эфиром с вами начали говорить. Например, знакомые вот мне Короли Лето, ребята, которые ведут свой YouTube-канал, молодой, но очень такой активный YouTube-канал. Вы с ними знакомы, да, наверное, тоже как-то взаимодействуете, да? Да, мы познакомились в рамках вручения премии по экологии в Кировской области. Премия чисто. Любое путешествие позитивно следует оценивать. Но чем дальше люди начинают ходить, тем больше дебри они забредают. И я всегда говорю... Чем больше задачи себе ставят, да? Чем больше задачи себе ставят. А подготовки, я могу, конечно, ошибаться, но, скорее всего, чаще всего не хватает. Потому что человек, который бессистемно занимается путешествиями, соответственно, он нигде не учился, к сожалению. И в какой-то момент может быть возможно, не обязательно. Да, может быть случится та ситуация, с которой человек может не справиться. Потому что природная среда – это не город. Там, влаган прошел, деревья упали, палатку сломала. Это же зверюшка-то, конечно, прибежала. Продукты утонули или промокли, вот тебе чрезвычайная ситуация. Зверюшки обычно к нам не ходят, в Кировской области никак. Это не Камчатка и не Кольский, по-моему. Но вот та самая антропогенная среда, к которой мы привыкли, она комфортная для нас. Вот город комфортен. А природная среда для нас для большинства некомфортна. И поэтому к ней надо все-таки быть готовым. Пребывание к ней надо готовиться. Как быть вот этим вот компаниям самодеятельным, самоорганизованным, которые хотят путешествовать, которые хотят ходить в походы, передвигаться с помощью велосипеда на какие-то дальние дистанции? Куда обращаться, откуда черпать знания? Если в возрасте до 21 года, то, конечно же. Через центр? Да, к Светлане. Если больше 21 года, то, конечно, Федерацию Турлирова. Мы все расскажем, все покажем. Соответственно, сформировываем определенный посыл. И дадим систему взаимодействия и с природной средой, и, соответственно, с какими-то нормативными документами. И даже с системами правил и положений, которые фактически надо соблюдать. А если мы говорим о организованных детских коллективах, которых мы сейчас направили к Светлане в центр, это имеется в виду, и вы говорили, их выход по САМПИНам без сопровождения взрослых или с сопровождением взрослых? Конечно, со взрослыми. То есть на каждую группу детскую должно быть минимум два руководителя. А группа это до скольких человек? Комфортная группа, если мы идем пешком или просто путешествуем, это человек 12. Это комфортно. Если идет класс, 20 человек, ну просто это уже больше таких каких-то моментов. Кто-то растянулся, кто-то отстал, кто-то еще чего-то. То есть здесь уже надо взрослых-то побольше. То есть мы всегда в своей деятельности думаем, что на 6 человек нужен один руководитель. Тогда, по крайней мере, можно приглядеть и посмотреть. То есть, естественно, что к нам обращаются школы. Школы обращаются организовать нас, например, в летний период или в весенний-летний период, какие-то выходы для классов. Иногда получается, иногда нет. Потому что нагрузка в мае месяце, в июне у нас колоссальная и на детей, и на педагогов. То есть это очень много соревнований. Мы с конца апреля практически не в городе даже. То есть выездные соревнования, а потом соревнования городские организуются. Нет, выездные соревнования для спортсменов. Так что это тяжело. Так-то, конечно, все к нам. Мы поможем. Может быть, советом, если сами не сводим. То есть обращаться можно к вам. Но наверняка, мне кажется, что с течением времени все больше и больше людей возвращаются, что называется, к природе. Все больше и больше тянет людей в лес. Это так? То есть вы по вашему опыту по работе с детьми и со взрослыми чувствуете, что возвращение обратно к природе, как в советские времена было принято? Есть такое? Ну, я не знаю насчет природе. Вот мы бегаем, работаем в парке имени Гагарина. И как вот у нас микрорайон такой молодой здесь получается. Молодые папы и мамы ходят, дети занимаются. Вот им это интересно. Мне говорят, что такое спортивный туризм. Так что интерес есть. Конечно. А взрослых? Взрослых тоже. Раз взрослых спрашиваю для своих детей, значит, у них тоже просыпается какой-то интерес. И, кстати, можно обращаться не только к нам, к Люценевскому. У нас занимаются этим три организации. В принципе, в городе детский, это областной центр детского юношеского туризма, мы и Новоавятская станция туристов, которая работает в рамках «Радуги» в Новоавятском районе. Да, ну что, призываем, кстати, вот еще обратила внимание на то, что по Санпинам, как Сергей отмечал, необходимо, чтобы на стоянках якобы стояли баки мусорные, куда можно было продукты из них вместе человека, да, отправить. И потом кто-то, видите, за ними еще должен приезжать, собирать. Так вот, на самом деле, тоже путешествие по реке меня поразило, сколько мусора и в реке, и на стоянках остается. Вот мы, конечно, там что могли пособирали в те пакеты, которые у нас были, но это просто на самом деле какой-то страх. Сколько люди после себя оставляют мусора, это просто невозможно и неносимо. Так что призываю всех, кто отправляется так или иначе в лес, они мало того, что не оставляются, да, где-то в какой-то стране, я не помню, есть даже, наверное, закон, что, приходя в лес, ты должен по объему вынести, как минимум, столько же, то есть то, что ты съешь, еще что-нибудь, там мусора найти и вынести, не слышали, я только не помню, то ли в Норвегии это, то ли где-то. Зачем закон, если ты приходишь и просто учишь детей этому же самому, да, то есть с тобой должно быть чисто, а, соответственно, дети потом учат своих детей, когда вырастут. Но это еще нужно дождаться на походе. Это личный пример просто, просто личный пример, и все. Да, ну что, на этом, наверное, мы сегодня программу закончим, хочется в следующий раз еще на конкретику вас вызвать, конкретно, как проходить препятствия, как ходить в походы, потому что, мне кажется, эта тема очень интересная, надеюсь, что лето нас все-таки порадует, когда-нибудь уже, да, а я благодарю наших гостей, это Светлана Князева, заместитель директора детско-юношеского центра имени Александра Невского и председатель Федерации оздоровительно-спортивного туризма Киевской области Сергей Герасимов. Спасибо вам большое, дорогие гости, желаю вам тоже хорошей погоды, благодарных учеников, да, и хорошего проведения. И мероприятия, о которых мы говорили с летом. Всего доброго, до свидания.